Всем привет! Это Мэтт Локаст Ченнел. Вы смотрите тринадцатую серию про каждый день для Мулана 2. И в этой серии мы будем сделать локацию под названием Ice Fire 3 Top. То есть это верхушка, древа, льда и пламени. Так, сейчас... В общем у нас карты нету. Мы сейчас будем ее добывать. Поэтому вам нужно будет подняться на лифте. Ой, здесь вот. Ага, всякая дичь. Так, сейчас я постараюсь перепрыгнуть так, чтобы нас клеили. И это, да. Так, ладно, не получилось. Поэтому телепортируемся. Будем опять ждать лифт. И пока он едет, ага, и пока мы будем сейчас ехать назад, я немножко расскажу, почему я немножко поздно выкладываю эту серию. То есть как бы я хотел ее еще на прошлой неделе выложить, но я здесь был в отъезде. По сути за несколько часов до отъезда на выходные я записывал эту серию. И в общем так оказалось, что... В общем я же записываю в маленьком формате, а когда я записываю с двумя людьми в комнате, то я разворачиваюсь на большой формат и говорю храфту, чтобы он записывал в уменьшенном размере. В общем вот. Размер самой игры я уменьшил, а в храфте кнопочку убрать забыл. Поэтому у меня есть запись этой серии, но как бы в очень фиговом качестве. Поэтому я ее перезаписываю. Так, ладно. Давайте сюда упадем. Здесь у нас есть полубосс, монстрик. Давайте его убьем. Убьем. Так, а здесь вот надо... Ага. Так, вот здесь хорошая позиция, чтобы его бить. В принципе, сначала нужно разбить на эти две части, на двух этих. Так, и потом уже как бы можно как бы одну из частей бить. Что такое? Так, все отлично. Полубосс уничтожен. Так, монетки я их соберу, наверное. Даже если это будет на свое здоровье. Потому что у меня где-нибудь плащ. В принципе, ничего страшного. Я особо много урон не получаю. А здесь у нас лежит анг. Драгоценный анг. И еще в том горшке я заберу. Деньги, которые мне причитают сегодня. Так, и наверное я сейчас возвращусь на куберкность. Подлечусь. И вернусь сюда обратно. Вот. Так, сегодня нам предстоит довольно много чего почитать. Пообследовать. Поэтому я не уверен, что я успею сделать все, что я хочу. Все, что я запланировал. Но я постараюсь успеть как можно больше. Ладно. И так, у нас есть карта. В общем она такая в форме сердечка. В некоторой части мы уже обследовали. То есть мы здесь забрали печать третьего уровня. И еще в другом месте мы там забирали когти. Так, давайте теперь начнем с обследования верхней части. Ага. Здесь у нас в предыдущей штуке. Здесь внизу в полу секретка. Секретка, в которой можно прочитать про полубосса, которого мы только что увидели. Так, отлично. Лифт у него с собой того товарища. Так, здесь внучка. Здесь на самом деле ловушка находится. В нее падать нежелательно. Так, здесь у нас что? Здесь у нас сундук есть, который пока что мы открыть не можем. Мы его откроем позже. Так, а здесь что у нас наверху? Ага. Здесь у нас наверху бессмертное поле битвы. Но мы пройти не можем. Потому что нужно с другой стороны нажать на кнопочку открыть. Ну, на самом деле этот проход бесполезный. В общем, вот. Здесь мы, значит, посмотрели. Ой, ой, ой. Так, вот. Хотя он не впадает в ловушку, все равно не попал. Так. Давай, пришли отсюда. Так. Так, так, так. Так, хорошо. Да что такое? Вот почему он на щипы может прыгать, а не могут прыгать? Какая-то дискриминация получается. Так. Здесь у нас табличка. Дракма спросил у Атума, что есть творение? Атум ответил, приняв форму зеленой змеи, перед тем как покинуть битву. Творение есть борьба, чтобы защитить. Что защитить, непонятно. Ну, может быть, это просто какая-то абстрактная защита. Такая же забота обо всем мире или еще что-то такое. Возможно, чтобы лучше забраться в этом вопросе, нужно почитать на Википедии про мифологию. Про этого Атума, кто это вообще такой. Я не читал, не знаю. Почитайте, может, в комментариях напишите. Так. А тем временем здесь у нас пророчество Провидец Альфра в часть 5. Почему-то я раньше все раздумал, что это имя этого Альфра. Это, оказывается, есть слово такое английское. Провидец или пророчица. Или что-то такое. Солнце не подозревает о силе, что оно имеет. Луна не знает, что у нее есть сила. Ослепительные звезды неподвижны. Ярость дыма и огня. Языки пламени развятся в небесах. Для могучих, что исчезли. Для их истинной формы, что не освещена звездным сферам. Вот такой примерный перевод. Возможно, не очень точный. Так. И оп, оп. Так. Лучка. Снизу там с чемчетком я не хочу связываться. А здесь у нас находится магазин БТК. Здесь у нас есть NG Music. Это программа, которая стоит 1500 рублей. У меня таких денег нет. Поэтому мы ничего покупать не будем. Но мы просто запомним, что здесь находится. И верхний угол мы все обследовали. Поэтому давайте, наверное, телепортируемся в начало. И пойдем в эту сторону. Так. Здесь у нас все находится. Там есть у нас собачки прыгают. Так. Не только собачки прыгают. Так. Ой. Ой. Так, ладно. Давайте зайдем сюда. Здесь у нас живет Синмара. Сила, что украли у короля фей, моя. Сила, что позволяет контролировать пламя, лежит в комнате Суртра. Если ты желаешь эту силу, принеси мне сияющую косу. Тогда и позвольте войти в комнату Суртра. Так. Так. По-моему я... Нет. Все. Я все прочитал. В общем. Комната... Да что такое? Комната Суртра находится наверху. Вот здесь можно прочитать. Да. И если я поднимусь высоко наверх, меня вот эти вот энергетические штуки убьют. В один момент. Поэтому я подниматься не буду. Нам в общем нужна коса спияющая. Так. Здесь у нас все написано. Есть талисман, что может снимать проклятие сокровищ. Драгоценная... Красная драгоценность. Единственная в своем роде в этом мире. Драгоценность краснее красного. Что означает жизнь матери. В общем. Это про артефакт, который позволяет снимать проклятие с проклятия сокровищ. Так. Здесь мы заберем манерку. А здесь у нас есть секретный проходик. Куда можно спуститься. И здесь у нас много-много горшков. Которых... Деньги лежат. Ну, возможно, не очень много денег. Но... Достаточно, так скажем. На самом деле здесь и проход дальше. Вот здесь вот в... Как бы в клеточку, которая посередине расположена. Она секретная. Здесь у нас какие-то... Игры должны быть, наверное. Но как бы сейчас пока их запустить нельзя. Потому что, видимо, нужно... Нужны какие-то дополнительные... Ммм... Артефакты, чтобы это все запустить. Поэтому... Ну... Не можно туда... Ну, зайти можем. Ничего запустить не можем. Поиграть не можем. Вот. Ага. Тем временем давайте... Оп. Так. Так. Сейчас. Оп-оп. Да. Нашел нужную точку, где прыгнуть. И здесь у нас написано. Рататоскор порхает между корнями верхушкой и Гдрасиля. Но его тело иллюзия. Истинное тело находится в преисподней. В общем, сейчас здесь мы очень много про всякую преисподнюю будем слышать. А здесь тем временем у нас Мина живет. В которой продает Only House Moving. Это какая-то программа. Не знаю, зачем она нужна. Мы пока ее покупать не будем. Мы спустимся вниз. Ниже. Это у нас нижний уровень. Из трех клеточек состоящий. Так. Еще нам зилпад пишет. У этой лавы странный цвет. Это охренеть как подозрительно. Все мои годы опыта говорят мне, что это невозможно. Даже с ледяной накидкой мы называем это ядовитой лавой. В общем, то что он невозможно говорит, это видимо то, что там невозможно без урона пройти. Такой, да. Как я сейчас сюда упал. В общем, туда лучше не падать. Фея, что находит секреты. В ее руках маленький ключ. Здесь подсказка как бы про четвертый тип фей, который можно здесь найти. То есть всего их четыре. Первая это лечащая фея. Вторая фея это которая повышает как бы вероятность того, что в горшках у нас будут деньги. Согласен. Прочитаю здесь вот. Похищенная птица красота начинается у ног твоих. Смотрись в эти ноги. Это очень короче подсказка. Мы и запомним. Так, а я продолжаю про фей. Значит, вторая фея это которая увеличит вероятность денег в горшках. Там еще из клуб боссов иногда деньги вываливаются. Очень много из них должно вываливаться. Третий тип это оружейная фея, которая за нами летает и короче дубасит всех там на своем пути. Ухи. ahrер. Так. И я сейчас очень плохо зашел так. Сейчас я хочу от него избавиться. Этот скелетер. Аааа. Аааа. Так. Ах ты что? Че что такое? Ай. Оп. Оп. Оп оп. 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 Все отлично я от него избавился. И четвертая фея, собственно, включенная фея, которая позволяет нам открывать сундуки, которые другим способом открыть нельзя Давайте я здесь возьму фею, подлечусь, тогда у меня что-то слишком мало здоровья А вот этот квадратик, который сам внизу, пока туда не пройдем, там, по всей видимости, нам нужно активировать анг, там будет босс Ну, пока что не знаю, как это делать, поэтому пойдем дальше, пойдем наверх Так, здесь мы забрали, собственно, когти некоторое время назад Так, теперь мы поднимаемся наверх Так, монетка, монетка Так, вот сейчас я хочу, чтобы скелет отошел, отвернулся, потому что он мне будет мешать пройти Да, вот, отлично Ай-ай-ай-ай, блин, я не допрыгнул Почему скелет там противный? Он очень противный, давай Ну, сейчас он подумает еще, ляжет, полежит Нет, нет, ой-ой, блин Так, ладно Давайте зайдем с другой стороны пока я буду его там перепрыгивать скулят пройдет, времену вас мало Поэтому пройдем с этой стороны А что такое? Так, мы пройдем через огонь который, типа, вода и медный труб пройдём Отлично, тем временем мы идем сюда Здесь у нас внизу находится еще одна запись нашего батя исследовательская И мы тем временем идем дальше То есть я бы мог упасть вниз, как раз упасть тот экран, с которого пытался вернуться назад Так, давайте здесь зайдем Здесь у нас живет Иннана, с которой мы уже ее однажды видели Мое тело подвешено где-то в преисподней Это мое наказание за то, что я вошла в преисподнюю живой Так, вот отсюда я хотел сюда прийти Здесь у нас кальмарчики находятся С ними связаться не будем, мы пройдем вниз У нас есть якорь, поэтому можем пройти здесь спокойно Открываем сундук и там находится священный шар, который увеличивает наше здоровье Аж до 224 единиц, но из-за того, что вода холодная у меня уже чуть меньше Причем эти 224 единицы Так, и вот то, что у меня кальмарчик по Косово теперь еще меньше здоровья Так, ладно Сейчас мы запроедим сюда Идем вверх Ну как идем, летим, да Перемещаемся Здесь у нас написано, так, потоки воды из База Хаоса Что-то там, мы это уже когда-то читали давным-давно Я это не буду перечитывать И я поднимаюсь вот сюда Здесь у нас звук такой, который означает, что что-то здесь спрятано где-то в стенке Здесь у нас птичка сидит, кстати И нужно вспомнить про ту подсказку, что нужно посмотреть под ноги птицы Мы сейчас так сядем, посмотрим И открывается проход Отлично, загадка решена Так, 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 так Так, господи, где это? Горячие воды равнин хлынут силой Силой, чтобы превышать лимиты тела Силой, чтобы стереть острую боль Силой, что делает легче то, что покидает руку В общем, это про вот эти самые горячие источники, которые здесь находятся За 50 монеток можно, значит, у них покупаться И они делают нас неузимыми для лавы И для всякой воды и все такое Но мы не будем тратить деньги Потому что у нас здоровья и так достаточно Мы пойдем наверх потихонечку Потихонечку Так, отлично Что здесь написано Аратоскру дремлет от следи Путь иллюзии запечатай его Тогда истинное тело проснется Хорошо Это запомним С Аратоскру мы еще не раз встретимся То есть мы уже его видели раза два Вот еще как минимум два раза И мы потом увидим его еще дополнительно Так, так, так Так, все, отлично Так, эту штуку я, ага Смог достать У нас статуя открывает проход Теперь можно забраться чуть выше Так Ага, и сейчас нам надо упасть сюда Ставим сюда грузик Открывается сундук И лесенка вниз И мы заходим сюда Здесь у нас живет Модгуд А те, кто ищет встречи с хозяйкой преисподней Хель Обязаны сначала получить мое разрешение Дайте, дайте, пожалуйста, разрешение, товарищ Модгуд Чтобы встретить Хель Ты должна сначала войти в вечную тюрьму Чтобы войти в вечную тюрьму Ты должна победить ужасную птицу видов Нира Чтобы победить видов Нира Тебе нужна сила пламени Жена Суртра Синмара хранит силу пламени Тебе нужна сияющая коса Чтобы получить силу пламени от Санмары А сияющая коса лежит внутри вечной тюрьмы Следовательно, ты не можешь встретиться с Хель В общем, здесь все зациклено Все очень сложно Синмару мы уже видели однажды И как бы, что же мы теперь можем сделать Если хочешь, можешь попробовать поговорить с другими Кто знает о преисподней Я не буду тебя останавливать Давайте не будем просить его повторять Мы слышим звук, который означает, что мы получили разрешение Давайте еще поговорим Чтобы встретить Хель Ты должна сначала войти в вечную тюрьму Чтобы войти в вечную тюрьму Должна прийти в жасную пизу Сидать мира Получить там это Говорят Божество преисподней Энидов Который хранит сияющую косу Отбывает срок в вечной тюрьме В общем, томится там Это божество Я же не хочу, чтобы ты повторял И еще здесь одна интересная информация, которая будет Чем дальше идешь в глубины вечной тюрьмы Тем сложнее вернуться Так как каждые врата, через которые проходишь, закрываются Если ты обнаружишь себя застрявшей между вратами Тогда тебе не останется ничего иного, кроме как сдаться А преисподняя приветствует мертвых с распростертыми объятиями Так, нет, я не хочу это повторять Хватит уже терпеть Хватит повторять Мы пойдем посмотрим, что у нас находится в сундуке Сундук, сундук Так, ага Так, здесь еще прыгающая штука И, кстати, у меня что-то бревн закончили, я заметил Мы получаем пропуск в гильдию фей Теперь мы можем покупать фей В общем, это очень хорошо Но это мы будем делать чуть похоже Так, а тем временем мы идем дальше И вот здесь вот можно видеть чуть правее проход наверх И как бы, если туда зайти, можно будет увидеть, что там есть какие-то не совсем достижимые части Чтобы пройти, нужно сломать стенку здесь Так, давайте пройдем Здесь у нас, ага, и кальмарчик Кальмарчик Отлично, хорошо Мы поднимаемся сюда И здесь у нас бессмертное поле битвы Ту часть, в которую мы не могли другим способом попасть Кроме как отсюда Так, блин У меня грузики закончились Вот И теперь я в ловушке Ну ладно, значит мы поднимаемся на поверхность Закупаем опять, видимо Грузики В общем, здесь я просчитался Промахнулся, просчитался Давайте грузики Да, даже 15 закупим Ну и подлечимся, чего уж там Так, и опять возвращаемся сюда Так Так И теперь нам нужно Побыстрее, побыстрее, побыстрее Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп Так, давай Так 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 Отлично И Ой, ой, ой Так, я чуть-чуть и упал бы Это не очень хорошо было бы Так Мышки Кстати, из-за того, что у меня теперь есть ботинки Я здесь не скользил По льду хожу Все отлично И после того, как мы получили разрешение Здесь Инана еще кое-что интересное нам говорит Когда моя сестра Эрешки Гау управляла преисподней Я искала ее советника Мне рассказывали, что тронт преисподней Можно достичь пройдя через 7 врат Позади нети хранителя врат Но с каждым пройденными вратами Я теряла один из своих предметов После того, как я потеряла все и нашла свою сестру Я была наказана за то, что вошла в преисподнюю живой Моя сестра уже не сидит на троне Так что я не могу сказать, что произойдет Если ты сейчас пройдешь через все врата Но если у тебя ничего не будет Что можно будет забрать Когда ты проходишь сквозь врата Тогда ты будешь предан смерти Понимаешь? Пройдя через 7 врат Ты должна будешь достичь трона Насколько бы твои действия не выглядели бессмысленно А порядок, в котором ты должна проходить через 7 врат преисподней Меняется с каждым новым правителем Поэтому порядок, что я знаю, не имеет значения Ищи нети хранителя врат преисподней Хотя правитель и сменился У нети должна быть информация о правильном порядке Так, вот, хорошая информация Очень много информации про преисподнюю Так, давайте разберемся с дичью, которая здесь бегает Ага Так, здесь мы поднимаемся наверх Так 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 Да что такое? Давай уже Другиви куда-нибудь Да Молодец Так Ай Прям на голову упал снежок Так Сейчас я разберусь с теми, кто здесь летает Потому что иначе они меня спихнут С этого самого прохода Так Так Все отлично Теперь аккуратно проходим Аккуратно Так 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 Проходим здесь Так 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 И Угу Так Все И наконец я опять дохожу до места, откуда я Ага Ну зато как бы за второй проход я зашел к Инане Почитал, что он там говорит Послушал, так сказать Так Так И тем временем здесь еще есть одна стенка, которую нужно сломать Чтобы пройти в еще одну комнату, которая как бы не сказать, что секретная Но другим способом туда не попасть Вот Значит, что у нас здесь написано А А А Ага Ага Здесь восходит Луна А Скажите для этого эффекта Что там Вы хотите об этом поговорить или что-то в этом роде Нужно вспомнить слова Тота насчет того, что противоположностью Луны является Солнце Здесь нужно сказать, собственно, слова Солнца Мантру прочитать Солнце Отлично Глаз закатывается Как это А А На том меме с Тони Старком А А Так И мы получаем мантру Луны Отлично Теперь, если вспомнить то, что мы читали некоторое время назад Как пробудить Бергель Мира Нам нужна Была мантра Луны для этого И теперь мы можем его пробудить Вот А Ну, я как бы не уверен, что в этой серии мы успеем пройти и пробудить его Так Ой Да что ли Начал в меня стрелять всякой дичью Так Ой 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 Так А Так 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 Ага Он меня не заметил Отлично Проходим здесь В принципе сюда можно зайти посмотреть Здесь сундук находится Но Как бы печать мы открыть не можем Поэтому ничего здесь пока делать не будем Спускаемся вниз Мы спускаемся в ту же самую комнату Куда мы поднялись Но чуть-чуть правее Вот И здесь у нас Так Давай сначала прочитать, что на табличке написано По-моему там что-то Ой Важное написано А А Бог процветания Ганеша Те, кто владеет талисманом защиты Ганеша Будут Благословлены Процветанием Вот Так Так А тем временем Давайте здесь проплывем Надеюсь мне получится или нет Да, у меня получилось проплыть Так Здесь у нас еще одна точка сохранения Как бы это темная сторона Этой локации Да Верхушка древа льда и пламени Замороженная верхушка дерева Рождена в аллее хаоса Вот И куда мы поможем телепортироваться И в принципе Мы здесь уже все обследовали Отлично И Время у нас конечно на исходе Но Давайте все таки Сходим Активируем мантру Активируем Активируем Так Да нам нужна эта святыня замороженных великанов Инистых великанов И сейчас нам нужно пройти В то место где В то место где В то место где Аааа Берли Бергельмир Да Находится Замороженный Ух 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 Так Так Мы проходим сюда Аааа Ааа А потом мы Спускаемся Туда нибудь Вот Сюда Ой Ой Черт Опасный товарищ Маленький 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 Овечка Все Овечка упрыгала Дрогна достаточно Так 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 Угу И мы Опять Берем Мантрактивируем Так Нам нужны мантры Земли Мммм Ммм 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 Пак заработал, очень горячий парень растопил весь лёд. Здесь вот... Так, давайте здесь ещё тогда головоломку решим. Мы теперь здесь можем пробегать, потому что у нас ботинки есть. Это что нам дал ломать брук. Отлично, мы пробегаем, не активируем. Сюда мы можем поставить грузик. И открывается проход. Проход, там у нас находится магазин. Магазин. Магазин, в котором живёт Гидрид, в общем, он похож на этого. One Punch Man. В общем, One Punch Man уже не тот. Короче, зарабатывайте на жизнь как может, и мы покупаем талисман Ганеши. Да, давайте возьмём его. Там была подсказка что-то про процветание и так далее. И, собственно, можно теперь посмотреть внимательно на количество денег, которое у нас есть. Раньше оно выражалось трехзначным числом, а сейчас оно стало четырёхзначным. И, в общем, и целом, это означает то, что теперь мы можем больше денег у себя хранить, таскать в кармане. До этого мы могли как бы максимум 999 монеток потаскать. Так, и сейчас это число увеличилось до, по-моему, 1900 или что-то в этом роде. Так. Так, так, так. Так, и что я сейчас ещё хотел сделать? Так, так, я сейчас хотел пройти наверх. Наверх. Так. Потому что там ещё в одном месте растопился лёд. Так. Так. Угу. Так. Так. Давайте всё-таки я вот эту читалку себе активирую. Так. 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 Я здесь прыгнул специально, чтобы вот приключить тип меня не столкнул куда-нибудь. Так, теперь мы пройдём сюда. Так. 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 И оп, пройдём сюда. Так, здесь у нас точка, где можно телепортируется вот в это место. Так. Ты. Тебя я покараю. Так, так, так. А, печать из кучи грязи находится сверху тюрьмы Сакита. Она будет открыта словами, которые ассоциируются с Сакитом. Вот. И как бы, наверное, сейчас я примерно закончу. Нет, нет, давайте я не закончу. Давайте. Всё-таки немножко времени ещё есть. Я... Вот если подняться наверх, там будет Балор находиться, с которым можно будет посражаться. Вот здесь даже можно, оп, упасть вот сюда вот в дырку вниз. Оп. Здесь у нас лежит конвертик, где Балор находится. Я сейчас телепортируюсь сюда, для того, чтобы, как бы, у меня было типа сохранение. Так, давайте для битвы с Балором я себе здоровье установлю до максимума. Так. 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 Да, за 30 монеток, пожалуйста. У меня здоровье по максимуму. Теперь мы телепортируемся обратно в Светунинистых Великанов. Здесь у нас сохранение сработало. Теперь мы телепортируемся к тому месту, где мы сохранились и поднимаемся и будем бороться с Балором. Так, давайте. Балор. Ага. В общем, он очень похож на Сакиты из первой части игры. И, как бы, у него есть атаки вот так вот стрелять. Ага. Так. И нужно ему, как бы, в полюсу бить. А еще второй тип атаки, да, стреляет лазерным лучом. И третий тип, это да, и стреляет из пулемета. Так, давай. Я его сейчас буду специально немножко агрить, чтобы он как можно чаще свою руку выпускал, потому что тогда его очень удобно бить по лицу. Бей Балора по лицу, что называется. Ой, вот еще раз получилось. Отлично. Так. Так. Ага. Ага. И нужно, главное, пропустить вторую его фазу, когда он начинает лучом бить немножко не так, как он сейчас бьет. И, как бы, главное ее не пропустить, потому что луч этот снимает очень много здоровья и, в общем, вообще очень опасен. На него лучше не попадаться ни в коем случае. Ай-ай. Вот на руку можно попадаться, а вот на луч его луча нет. Так. Да, вот его вторая атака. Ага. И, как бы, теперь он будет бить лучом только вторым способом. Так. Так. Ага. Ой. Ну ладно, хорошо, идем. Так. Сейчас будет сделать лучом бить. Отлично. Так. Сейчас он будет стрелять. Давай-давай. Мой милый хороший. Пошли, мы в холоши. Угу. Так. Пулемет. Давай-давай. Отлично. Ух ты. Как я так смог пройти сквозь его руку. Даже как-то интересно, что он мне не нанес урона. Так. Так. И, по-моему, здесь уже почти все решено, кончено. Единственное, что нужно отпрыгнуть, потому что, вот, зараза, он ракетой стреляет. Так. И мы сейчас пособираем деньги. Так, хорошо, что не упал вниз. Это что такое? Так. А сейчас нам нужно сломать эту стенку, потому что за ней находится печать, которая открывает сундук. Да, сундук, в котором лежит Claydol Outfit. Это, собственно, так, давайте я сюда залезу и продемонстрирую. В общем, мы теперь вот выглядим вот таком вот скафандре. В общем, он позволяет проходить через розовые столбы окружающегося света. Здесь можно прыгать, двойной кружок не работает. Можно руками бить. Еще можно стрелять вот так вот лазером. Прямо это из третьего глаза. И, как бы, вот, можно видеть, на многих предметах стоят крестики. Мы их использовать не можем. И, как бы, вот. Получаются вот такие вот дела. Так, и тогда я на этом сервере это закончу. Здесь я сделал, в принципе, все, что хотел. В следующий, наверное, мы будем проходить во всякие места, куда можно пройти с помощью вот этого самого нашего нового костюма. И у нас появились всякие штуки. Вот, конечно, талисман, много денег. Еще у нас есть проход в гильдию феи. Мы закупим фей. Будем фармить монетки, скупать все, что можно во всех магазинах. И вот, примерно, на этом, я думаю, у нас потратится вся следующая серия. На этом я данную серию закончу. Всем спасибо за внимание. Всем пока.